Гаджеты, гаджеты, гаджеты. Все взрослое поколение сукоризненно смотрит на молодых, хотя уже на самом деле само тоже часто погружается, уже можно видеть даже людей очень пожилых, сидящих с каким-нибудь планшетом, копающихся, или по крайней мере читающих, использующих его как книгу. Есть и плюсы, и минусы. И сказать, что это плохо и запретить, ни в коем случае нельзя, потому что без этого нет будущего. И будущее развивается в эту сторону, и надо быть реалистами. Мы, наверное, идем все-таки к кибер-жизни. И, как говорил один очень профессиональный айтишник, он сказал, ты даже не представляешь, может быть, к концу нашей жизни мы уже будем наполовину киборгами. И это возможно, потому что если завтра на рынке появится чип, который усилит мозговые возможности человека, я думаю, что будут покупать ради тех же самых благ, чтобы иметь более престижное место работы, более высокую оплату, или даже просто для того, чтобы иметь гораздо большую производительность, если ты талантный архитектор, музыкант, неважно, ученый. Поэтому нам от этого уже не уйти. Вопрос в другом. Мы приобретаем силу, и в том числе и слабость с гаджетами. Вот здесь очень важно альтернативы, или, так скажем, средства балансировки, создавать правильную культуру работы с гаджетами и не давать умирать реальной жизни. Потому что все равно дети делаются не на гаджетах. Дети делаются в постели. Сила мышц, да, иногда нужна сила интернета и сила мыслителя, но сила мышц тоже в нашей жизни никто не отменял. В конечном счете мы не можем стать растениями, которые лежат в огромном роботе. Или, по крайней мере, сейчас было бы это глупо, это было бы потеря человечества все равно. Поэтому, на мой взгляд, чем больше мы уходим в мир гаджетов, тем активнее мы должны проповедовать реальное общение, реальную жизнь, реальный физический контакт, реальную физическую силу. Это должно быть равно. А это, опять-таки, создается национальной идеей, на мой взгляд, или общепланетарной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова